Заседание открыл и провел губернатор Алексей Русских. Глава региона начал с хороших новостей. Региону дополнительно выделили более 900 миллионов рублей на выплату зарплат бюджетникам. По итогам года особая экономическая зона Ульяновской области вошла в пятерку лучших по стране. Продолжают развивать и межрегиональную кооперацию. Вчера делегация Ульяновской области с официальным визитом была в республике Мариэль. Будет достигнуты от договоренности между нашими предприятиями. Подписано важное соглашение. Работа будет продолжена. По поручению губернатора Алексея Русских в Ульяновской области проводят мониторинг работы управляющих компаний. И принимают меры в отношении тех, кто не справляется со своими обязанностями. В ходе муниципальных образований и жителей Ульяновской области получено порядка 38 материалов по управляющим компаниям, недобросовестным выполнением своих обязательств, договорных обязательств. Поэтому на сегодняшний день подготовлено практически 15 материалов. Запрошены объяснительность управляющей компанией, недобросовестных управляющих компаний. И до 25-го, 12-го данный материал будет направлен в прокуратуру на согласование. Алексей Русских высказал слова критики в адрес недобросовестных управляющих компаний. По его словам, в подъездах многих домов грязные лестницы и окна. Фонари не горят, тротуары не чистят от снега и льда. Все нарушители должны быть строго наказаны, а при необходимости лишены лицензий. В Ульяновской области реализуется национальный проект «Экология». В его рамках выполняются два федеральных проекта – «Оздоровление Волги» и «Чистая страна». «Оздоровление Волги» заключено в контракт с подрядной организацией по российскому нефтезагрязнению на особо конкретно-продуктиве «Виновская роща». По федеральному проекту «Чистая страна» заключен контракт с подрядной организацией по рекультивации пригорной краски. В настоящий момент проходит у нас неделя национальный проект «Экология». В эту неделю у нас запланированы мероприятия. В Ульяновской области принимают бюджеты муниципальных образований региона на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. В первом чтении принят бюджет во всех муниципальных образованиях, в которых бюджет принимается в чтениях, за исключением Новоспасского городского поселения, у них срок 21 декабря, Староманского городского поселения со сроком 23 декабря. Напомню, что срок принятия всех бюджетов до 25 декабря текущего года. Готовятся в регионе и к Новому году. Поразничные дни будут безопасными и насыщенными. Уже собрано более 3000 подарков для ребят, чьи отцы участвуют в СВО. Детям вручат их на новогодних праздниках. 25 декабря 18 детей из региона побывают на главной новогодней елке Приволжского федерального округа в Нижнем Новгороде. Валентина Никонова, Юрий Конихин, Уллправда ТВ.